О том, что она ступила на скользкую воровскую дорожку, Наталья Иванцова, живущая в ЖК «Две столицы», узнала по телефону от соседа. Встревожный голос сообщил, в вашем счетчике воды коммунальщики нашли магнит. Говорят, вы его скрутили, а значит, теперь вы им должны. Смотрите, позавчера вечером мне звонит сосед и говорит, что ко мне пришло очень много людей, называешь сотрудниками управляющей компании, и что здесь у меня на счетчике стоит какой-то магнит. То есть они пришли уже с документами, с какими-то актами. Наталья из тех, кого принято называть активистами, ну или острой головной болью коммунальщиков. Поэтому, как только она покинула квартиру, в подъезде появились сотрудники управляющей компании и сразу же обнаружили в щитке на этаже магнит. Оперативно составили акт и нашли свидетелей из числа соседей. А они сразу говорят, нет, мы не будем ее ждать, так что подписывайте документы и мы пойдем. Сосед, который живет напротив, он говорит, я это все застал. Какой-то мужчина хотел к нам на этаж зайти. Говорит, откройте дверь. Он попросился, чтобы ему открыли, сказал я с управляющей компанией и зашел. А через два часа происходит вся вот эта вот ситуация, поднимают всех соседей. Кто был этот неизвестный, что зашел в подъезд за два часа до коммунальщиков, никто объяснить так и не смог. Эмиль Кулиев один из тех соседей, кого коммунальщики попросили стать свидетелем правонарушения. Рассказали подписать документы о том, что есть магнит и рассказали, что мы будем платить за то, чего Наталья не заплатила. После этого инцидента Наталья начала проводить собственное расследование. Она выяснила, что прибор учета антимагнитный, эту информацию по телефону ей подтвердили производители. Собрала соседей заявление, в котором люди описали, что видели посторонних людей в подъезде и что их поставили перед фактом, что якобы на счетчике был установлен магнит. Женщина уверена, что ей мстят за слишком активное участие в жизни дома и несогласие с действиями управляющей компании. Она с другими активистами состоит в инициативной группе, где обсуждают планы по смене компании. Девушка говорит, что причин этому много. Протечки, грязь, а еще не оказанные услуги, за которые требуют заплатить. До сих пор, к слову, полностью не восстановили фасадную плитку, которая отвалилась летом 2020 года. Мы платим за запирающее устройство на воротах и калитке. Где у нас запирается калитка? Вот нет ничего. А замок, который там висит, его просто дернуть, он откроется. Идем к руководству, чтобы узнать, почему девушку так и не поставили в известность и кто проводил осмотр счетчиков. Директора не оказалось на месте, заходим в соседний кабинет к главному инженеру. Вячеслав Котелли рассказывает, что это был плановый ежемесячный обход, который обычно проводят слесаря. Однако в этот раз за дело почему-то взялись главный инженер вместе с директором. Ну, скажем так, недостаточное количество времени, да, для того, чтобы это обойти со слесарями. Поскольку они у нас были заняты, вот, они переваривали, значит, меняли, по-моему, участок трубы на стояке. Неважно. Вот. Мы не могли, я, допустим, не мог привлечь их, чтобы провести, значит, снятие показаний. Поэтому мы посоветовались и решили вдвоем пройти. Это мое мнение, что вы пытаетесь на нее немножко поднадоить. Ну, это же ваше мнение. А вот почему Наталью так и не оповестили о том, что на нее был составлен протокол? Ответ был такой. Давайте так. Я так понял тогда, на тот момент, во-первых, потому что было уже поздно. Ну, вам не помешало позвонить соседям. Теперь коммунальщики будут смотреть расхождение в потреблении воды в квартире девушки. А Наталья Иванцова со всеми документами и заявлениями намерена обратиться к правоохранителям, установить видеокамеру на этаже и начать активную работу по организации собраний жильцов, чтобы поставить вопрос о смене управляющей компании. Субтитры создавал DimaTorzok